Итак, всем привет, это рубрика «Открытый микрофон», с вами Александр Котин, потому что сегодня среда и у меня есть несколько интересных новостей. Первое, я хотел бы сказать о том, что обзоры я буду выпускать не раз в неделю, а один раз в две недели. И вторая новость, это то, что вы, наверное, заметили, что меня долгое время не было, и это было связано, ну, во-первых, с тем, что были праздники. Я вас всех поздравляю с наступившим Новым Годом и с тем, что наконец-то началась рабочая неделя, хотя я начал работать уже 2 января, потому что я не люблю отдыхать. Так вот, я занимался тем, что я записывал для вас новый курс, и этот курс будет доступен уже 27 января, однако можно сделать предзаказ и, соответственно, купить его гораздо дешевле. Первый курс называется «Волновой анализ 2.0. Упрощение». Почему 2.0? Потому что 1.0 – это то, что используется в классическом новом анализе, а 2.0 я решил назвать в связи с тем, что это упрощение, которое я применяю в связи с использованием методов Билла-Виллемса. Поэтому этот курс будет хорошим дополнением к моему предыдущему курсу «Наследники торгового хаоса». Кстати, для тех, у кого есть курс «Наследники торгового хаоса», соответственно, вы можете с еще большей скидкой купить курс «Волновой анализ 2.0». Ну и, кстати, он будет уже в личном кабинете, который я для вас делаю, и надеюсь, что все это я закончу к 27 числу, и к 27 января уже можно будет этот курс получить. Пока можно сделать только предзаказ по более низкой цене. Вся информация на моем сайте fxcoach.ru в разделе «Курсы». Ну что, начнем с ответов на вопросы. Я вопросы читаю в комментариях под предыдущим видео, и там был вопрос по такому инструменту, как Tesla. Итак, один раз мы уже с вами этот инструмент анализировали, и мы говорили о том, что на месячном графике у нас первая-вторая волна. Она пришла в зону предыдущей коррекции, здесь есть дивергентный бар. Ну и, как видим, здесь развивается уже третья волна вверх, по причине того, что даже вы здесь видите наклон цен, он совершенно другой. То есть угол, под которым движутся цены, он отличается, и в данном случае этот угол, он характерен именно для третьей волны. Поэтому, я думаю, ниже здесь проваливаться смысла большого нет. Тут также был дивергентный бар, вероятнее всего, такие же какие-то либо подобные точки входа были на дневных графиках, и, соответственно, здесь мы можем говорить только о дальнейшем росте и дальнейших покупках. Следующий инструмент, который меня также просили посмотреть в комментариях под предыдущим видео, это IBM. Также начнем с месячного графика. На месяце вы увидите рост и увидите дивергенцию. То есть здесь, в принципе, видно следующее, что это у нас волна 1, 2, 3, 4, 5. То есть вот дивер, максимальная движущая сила в третьей волне, развитие коррекционной волны. Здесь также есть дивергенция, что вполне может говорить о том, что здесь завершилась только волна А всей этой коррекционной волны. Однако, если в данном случае это все мы можем рассматривать как первую волну, то вполне возможно, что, да, действительно, это только волна А здесь. И вполне вероятно, что мы находимся сейчас в какой-то волне Б, которая бывает сложной. Ну, вот примерно что-то такое, что было здесь. Поэтому в недельном графике здесь особо не стоит обращать внимание на какие-то точки входа и так далее. Но в данном случае я бы сказал, что какой-то первый импульс вверх есть, есть его коррекция. И локально здесь можно покупать, но я бы не стал рассчитывать на какой-то серьезный рост. Потому что на месячном графике все-таки у нас развитие идет коррекционной волны. В данном случае вот импульс, его хорошо видно, третья волна и, соответственно, пятая волна. Вот идет развитие сложной коррекции по всей видимости. Очень похоже на то, что здесь мы уходим в какой-то диапазон. Поэтому я бы рассматривал здесь покупки, но, скорее всего, где-то вот от этой области. И если цена будет снова сюда приближаться, вполне возможно, что здесь можно будет рассматривать покупки. С потенциалом развития где-то, ну, примерно до вот этих значений, плюс-минус. Идем дальше. Больше вопросов я не увидел. Но по поводу параллельного рынка, параллельный рынок по иене, это когда цена идет параллельно. Линия баланса, вот как, допустим, здесь. И не образуется напряженность, которая была вот тут, где, соответственно, цена уходила в сторону от линии баланса, образуя так называемый угол. Или по-английски angle, или ангуляция, angulation, это на английском звучит так. Когда я говорю про параллельный рынок, это рынок, склонный к дальнейшему развитию в том же самом направлении. Но начнем мы с вами с евро-доллара. Во-первых, надо посмотреть недельный график. Здесь я бы отметил то, что тут пока сложно сказать, есть ли тут смена тенденции или нет. Вообще, когда пересекается АО через нулевую линию и линии баланса, это так называемая зона турбулентности. Вот еще непонятно, идет тут смена тенденции, либо мы можем пойти ниже. Поэтому здесь торговля может происходить, но может происходить очень осторожно. На дневном графике мы не видим дивергенции вот в текущем импульсе. Вот это она есть. Вот эта дивергенция есть. И поэтому в данном случае здесь есть варианты. Либо это АБЦ, и мы пойдем ниже. Либо это таким образом происходит смена тренда, и у нас есть первая, вторая, первая, вторая в каком-то новом движении. Мы этого в данном случае знать не можем. Поэтому, когда мы берем 4 часа, вот тут нет дивергенции, и все растет вверх. И то, что у меня отмечено как АБЦ, при втором варианте может стать просто импульсной волной. Из коррекции там новые продажи придут. Но, если же вдруг, в данном случае, у нас все-таки здесь была волна 1 и волна 2, а вот тут у меня была точка входа на покупку, и я этот вход показывать не буду, то мы здесь можем остаться и смотреть, что будет происходить дальше. Если же пойдем выше, то, соответственно, эту позицию я буду сохранять и удерживать максимально. Дальше что? Британский фунт 1, 2, 3, 4, 5, импульсная волна, развитие и коррекции идет. На мой взгляд, волны С здесь еще не было. Есть вариант с усложнением волны Би до какого-нибудь сложного варианта с развитием диапазона. Хочу сказать почему. Обратите внимание, насколько импульсным характером движения шла волна А. И что происходит вот здесь. То есть характер движения цены вот в этой области, он явно отличается от того, что было вот тут. Поэтому есть вариант того, что здесь просто усложняется волна Би до какой-то сложной структуры, а волны С тут явно еще не было. Поэтому зона для покупок, на мой взгляд, она находится ниже, но сейчас я бы ничего не стал здесь делать по причине того, что это не есть развитие волны С, непосредственно это видно по характеру движения цены. Дальше что? Швейцарский франк на старшем таймфрейме. Тут у нас сложная коррекционная структура. Очень возможно, что здесь рынок формирует очередной ABC паттерн. На дневном графике не было дивергенции. И движение вниз явно имеет импульсный характер и походит на то, что было вот здесь в волне А. Поэтому я не исключаю того, что здесь может быть такое же точное удлинение, какое было здесь в текущем варианте. И характер движения рынка может быть вот таким же, как был вот в этой структуре. Обратите внимание, что это очень часто повторяется. Вот здесь была точка входа на продажу с очень коротким стопом в виде дивергентного бара 13-14 пунктов. При условии того, что здесь был читаемый паттерн, а он тут был, дивергенция А, Б и С. Дивергенция, вот была А, вот была Б, вот была С. Соответственно, точка входа с низким риском и достаточно высоким потенциалом до обновления минимума, а то и ниже. Потому что в данном случае здесь нельзя прямо вот с полной уверенностью говорить о том, что это 1, 2, 3, 4, 5. Это запросто может быть 1, 2, 1, 2 и там 3, 3 и так далее. Тут надо смотреть на старший интервал однозначно. Это дневной, недельный график. И, соответственно, смотреть до зоны предыдущей коррекции. То есть тут потенциал снижения, на мой взгляд, он присутствует. Доллар-иена. Тут надо обратить внимание на то, что до этого рынок себя вел вот таким образом. Наклон, угол наклона цен был вот таким. Сейчас угол наклона цен совершенно другой. Поэтому в данном случае имеет смысл говорить о том, что это 1, 2, ну либо А, Б, если вдруг на старшем масштабе не завершилась сложная коррекция. И в данном случае вполне вероятно, что 1, 2 уже в какой-то, вероятно, в третьей волне. Характер рынка поменялся. Вы это можете легко увидеть. Дальше, что мы видим внутри? Видим импульсную волну 1, 2, 3, 4, 5. Размечать ее не буду. Соответственно, зона для покупок, коррекцию я не советую торговать. Зона для покупок будет находиться где-то в районе вот этой предыдущей коррекционной волны, ну либо в районе 38,2. Может ниже. Здесь я бы дождался формирования четкого ABC паттерна и сигналов на покупку. Австралийский доллар. На мой взгляд, здесь происходит смена тенденции и вполне возможно, что то, что мы видим на дневном графике, это 1, 2, 3, 4, вот четвертая волна. Она может заходить за первую, не переживайте, так очень часто бывает, особенно в первых волнах. То есть 1, 2, 3, 4, 5, это, я думаю, формируется только первая волна вверх. Как говорится, время покажет. В данном случае мы пришли в зону предыдущей коррекции. Здесь ее хорошо видно. Вот она. И здесь были сформированы сигналы на покупку дальше. Соответственно, был первый импульс вверх, сейчас формируется сложная коррекция. Тоже есть вариант того, что это AB. И вот таким образом это походит на структуру волны B. А волны C здесь еще не было. Поэтому вот этот сигнал на покупку я вам не советую брать. Я бы дождался формирования еще импульса вниз и только тогда бы рассматривал покупки. Если же цена пойдет отсюда, значит этот сигнал меня не интересует, он не подтвержденный. Дальше, что новозеландский доллар, обратите внимание на то, как сильно растет АО. На дневном графике, соответственно, 1, 2, 3, 4 мы находимся где-то в четвертой волне. Лично у меня ощущение того, что здесь завершилась только волна А. В развитии идет волны С. Здесь, видите, опять же нет отхода в сторону от линии баланса. Идет параллельный рынок. Идет рост движущей силы. Поэтому не исключено, что просто мы идем когда-то в зону предыдущих коррекционных волн. Это либо вот здесь, либо вот здесь мы можем увидеть сигналы какие-то на покупку. Либо может быть даже ниже, там 61,8 от этой волны. Дальше, что канадский доллар. На недельном графике не исключено, что это какая-то первая волна в новом импульсе. Вторая, возможно, может быть и другой вариант с развитием какой-то сложной коррекции. Но я всегда иду от простого варианта. То есть в данном случае А, Б сложная и развитие волны С куда-то в зону предыдущих коррекционных волн. То, что мы увидим на дневном графике, там нет дивергенции в последнем движении. И, соответственно, в 4-х часах опять же вот хорошо видно вот этот импульс. Дивер в третьей волне максимума движущей силы. Это первая, вторая. Соответственно, вероятно, четвертая. А может быть и просто коррекция всей волны завершившейся. И снова можем пойти ниже. Тут пока сложный рынок. Я не советую здесь ничего делать. Можно попробовать поискать точки входа на продажу. Но пока здесь нет ясной картины, от которой эти точки входа можно будет брать. Идем дальше. Золото. На мой взгляд, здесь надо посмотреть дневной график. Не исключено, что на этом экстремальном баре завершилась только третья волна. Либо какой-то импульс вверх. Мы этого знать не можем заранее. Это покажет время. На 4-х часовом графике очень похоже на то, что это была только волна А, Б. А, Б, сейчас развивается. И шортить я бы не стал. Я бы дождался либо коррекции всего этого импульса. Потому что все-таки здесь была дивергенция. И есть вероятность того, что это первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот так было. 3, 4, 5. И, соответственно, здесь после коррекции всей вот этой волны, мы, я думаю, можем увидеть новый рост. Посмотрим. Здесь пока нет определенности. Золото может расти и дальше. Несмотря на этот экстремальный бар. Также серебро. Допустим, на дневном графике мы видим бар, опять же, также экстремальный, с нижним закрытием, но без обновления максимума предыдущей структуры. 1, 2, 3. То есть, в данном случае не исключено, что это первая волна в новом импульсе вверх. В данном случае развитие коррекционного движения идет на внутридневных интервалах. Его видно хорошо. Вот тут была дивергенция, что говорит о том, что, возможно, здесь завершилась только волна А. Идет развитие волны B. Не исключено, что отсюда мы можем увидеть развитие волны C. Еще может быть куда-то в 61,8 от этого импульса всего. Посмотрим. Во всяком случае, сейчас я бы ничего делать не стал. Вообще, я не торговал уже недели две, наверное. И это нормально. То есть, надо периодически отдыхать от рынка, иначе рынок вас просто поглотит. Такие перерывы помогают снова видеть хорошие ситуации. Потому что, как говорится, периодически глаз замыливается, и уже сложно становится работать. А S&P? Соответственно, здесь мы видим параллельный рынок. Снова он растет, идет удлинение. И в данном случае то, что мы видим на недельном графике, также идет удлинение. По всей вероятности, мы можем, скорее всего, увидеть здесь дальнейший рост. В данном случае, это можно интерпретировать как 1, 2, 3. Возможно, появление здесь четвертой волны. А возможно, и удлинение дальнейшей третьей. Поэтому шортить я бы явно здесь не стал, и не советовал бы это делать. Несмотря на то, что кажется, что здесь много дивергенций, что-то завершилось, мне кажется, что последнее движение не закончено. То есть, в нем только 1, 2, 3, 4, и там не было пятой волны и обновления максимума. Поэтому в любом случае здесь пока покупать уже, наверное, не так хорошо, не такой большой потенциал для этого будет. А продавать против тренда смысла большого нет. Биткоин. Кстати, по биткоину был какой-то вопрос. И мое мнение, я уже высказывал неоднократно по биткоину, то, что здесь нет трендового рынка в глобальных интервалах. То есть, здесь был импульс вверх, коррекция, ну или тройка какая-то вверх, коррекция. И потом снова такая же ситуация, она просто повторяется. То есть, вот эта структура, она повторяется вот здесь. И коррекция этой структуры тоже повторяется, потому что это очень походит на развитие какой-то здесь треугольной истории, где никаких волн нормальных вы не увидите. То есть, тут надо явно ждать. И если здесь у нас коррекция была где-то до 80% примерно, то и в данном случае она, я считаю, тоже может пойти где-то до 80%. Поэтому, когда вы переходите в дневной график, все вот это движение вниз, оно очень похоже только на волну А. Видите, где была дивергенция. Третья, четвертая, пятая. Максимум АО всегда в третьей волне. И сейчас эта волна А корректируется, скорее всего, волной Б. Но вот здесь вот есть вариант того, что вот эта волна Б, она может просто усложниться. Вот. Я бы этот вариант стал рассматривать, естественно, в самую последнюю очередь. Дальше я смотрю на 4 часа. Это ABC паттерн. Пока его вижу так. И, соответственно, вот в волне С у нас получается вот эта третья, это четвертая, это пятая. Пятая не закончена, в ней нет дивергенции. То есть 1, 2, 3, 4, 5 тут как бы нет еще. Поэтому, если вы вдруг хотите здесь поторговать и хотите здесь поторговать внутри дня, я бы дождался вот волны 4, вот этой вот, о которой я говорил. 1, 2, 3, 4. И стал бы искать покупки. Но она пока не закончена. Она вполне возможно закончится в зоне вот этой предыдущей коррекционной волны. Понаблюдайте за этим. Еще нефть. По нефти получается, что я ее вижу вот так. То есть это какая-то, на мой взгляд, первая волна. Это вторая. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. Дивергенция между, соответственно, 3 и 5 волнами. А первая дивергенция была внутри 3 волны. То есть тут все как бы логично. И структура движения, она напоминает все-таки первую волну. Дальше есть вариация следующая. Есть вариант, что волна 2 просто не закончена. И то, что было вниз, это было только А. Только волна А. А вот это волна Би. То есть сложная волна Би, которая постоянно пересекает линии баланса. Вот ее здесь хорошо видно. Поэтому как бы мы здесь не увидели еще волну Си куда-нибудь в район вот этого минимума. что здесь же находится 61,8 от предыдущего подъема. То есть вполне реально, что может сюда пройти импульс. Вопрос в том, что на дневном графике возможно формируется импульсная волна. Какая-то первая вниз. Я не буду здесь торговать до тех пор, пока не увижу завершение этой волны. Потому что явно в ней идет удлинение. Удлинение, возможно, пятой в этой первой. Соответственно, коррекционного паттерна и сигналов на продажу. Вот только тогда можно будет что-то тут делать. Пока я бы не стал делать абсолютно ничего. На этом все. Не забывайте о том, что я сказал в самом начале про новый курс по волновому анализу. И заходите на сайт fxcoach.ru в раздел «Курсы». Там есть вся информация по тому, как этот курс можно приобрести и сделать предзаказ. С вами был Александр Котин. Также жду вопросы в комментариях. И на них я отвечу в своем следующем видео. Не забудьте, что это будет через две недели. Желаю успешной торговли. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok